В Аршанской городской художественной галерее в Беларуси в течение двух недель вниманию зрителей была представлена художественная экспозиция, посвященная десятилетию международного пленарно-выставочного проекта «Русская Атлантида». Презентация проекта стала возможной благодаря развитию связей между городами-побратимами Оршей и Тверью. Еще одним проектом сотрудничества между регионами России и Беларуси стало вручение медицинским сестрам Орше наград благотворительного фонда имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Орша – второй послеминский город в Беларуси, на главной выставочной площадке которого состоялась презентация юбилейной экспозиции международного проекта «Русская Атлантида». В 1922 году этот белорусский город стал побратимом Твери, а именно Тверская земля, ее святыни, малые города, в том числе полузатопленные в 30-е годы Калязин и знаменитая Калязинская колокольня, составляют смысловой центр «Русской Атлантиды». Символично и то, что автором заглавной картины экспозиции является урожденный оршанец, художник Александр Изофата. Для нас любое событие в Братской Беларуси знаменательно, потому что эта страна для нас является каким-то оплотом всех надежд любого православного человека на то, что славянское братство сохраняется и у славянского братства есть перспектива. Проект «Русская Атлантида» очень интересен для того, чтобы жители городов побратимов, в частности Орша, узнавали многое о том, что же такое Тверь, Тверская земля, Тверская история. И как нельзя лучше эти работы рассказывают о нашей исторической перспективе, о наших исторических процессах. Отображают эти работы и ту реальность, которой оказалась русская цивилизация после катастрофы, вызванной Октябрьской революцией, последовавшим отказом от православного стержня. Калязинская колокольня – небольшой, но символичный кусочек этой цивилизации. Наша великая православная цивилизация, которой мы все принадлежали, она, к сожалению, сейчас разлетелась на мелкие или на крупные осколки. И мы, наверное, виноваты в этом, и предыдущие поколения, и наше поколение. Но тут главное, знаете, осознавать, что это происходит. А осознание, может быть, придет к нам ко всем просветрение. И, наверное, когда-нибудь, даст Бог, мы соберемся, опять пересоберемся в эту великую и богатую цивилизацию. С белорусской стороны способствовали проведению выставки и в Минске, и в Орше официальные представители российского клуба православных меценатов Республики Беларусь. Мы хотим показать людям, которые приходят на эту выставку, что нас объединяет с нашими братьями-славянами, с русскими-украинцами. Наши одни и те же ценности, это история православия, наши традиции. Поблагодарил устроителей выставки проекта «Русская Атлантида в Орше» от лица всех горожан, председатель Оршанского братства, святитель Испиридона Тремяфунского. По мнению Виктора Журавлева, картинок «Русской Атлантиды» словно сквозит свет веры. Они дают надежду славянскому сердцу. Вот эта вера, да, вот она нас объединяет, призывает на какие-то дела любоугодные. Почему я волнуюсь? Потому что у меня течет и украинская кровь, и российская кровь. Сам живу в Белоруссии. Как когда меня спрашивают национальности, я говорю, славянин в широком смысле этого слова. В завершении презентации выставки представители Тверской общественности наладили контакты и с медицинским сообществом Орши. Вручили особо отличившимся в своей профессиональной деятельности медицинским сестрам города награды благотворительного фонда имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Для повышения престижа профессии медсестер Тверским фондом была учреждена медаль сестра Милосердия Екатерина Бакунина. Что касается выставки проекта «Русская Атлантида», ожидается, что в нынешнем году она посетит еще ряд белорусских городов. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Порша, Беларусь.